привет друзья мои это егоров срочный выпуск не на канале броков пока на канале едим спорт мы сделаем большой ролик где объясним почему просрали бездар на арту может посрать бездар на арту к сожалению вертоли есть мнение ошибается и чичикевич делает голевую передачу у нас же вопрос скорее другой вопрос мы хотим задать лиги по поводу двух эпизодов связанных судейства матча и двумя падениями сергея шунова штрафной команды смотрим первый момент подачи антона со снина сбрасывает мяч павел лилюхин и серега шунов падает чужой штрафной здесь ничего не видно есть такое ощущение что пол потому что серега вот начинает жестко как-то спорить судья может пойти посмотреть вар но этого не делает здесь два варианта медиа лиги насколько я понимаю потому что на прошлой пресс-конференции николай президент медиа лиги сказал что комментаторы они выполняют функции видео ассистента арбитра то есть если в матче российской премьер-лиги несколько человек которые сидят специальной комнатке перед несколькими камерами говорят в ухо суде там иди посмотри или еди не смотри и поэтому иногда бессмысленные апелляции к орбитам рпл потому что их просто не не просят посмотреть то в данной ситуации имеет право обратиться к судье лишь комментатор либо судья сам принимает решение то есть у него нет вот этой группы помощников которая сидит и все наблюдают здесь комментатор матча роман нагучев роман нагучев надо признать весь второй тайм в основном занимался тем что откалывал различными способами эрик яна их давняя любовь друг другу известно точнее любовь романа нагучева так вот здесь роман нагучев говорит вот что и ничего совершенно не было вообще абсолютно игровой момент вообще ширинов сам падал роман нагучев говорит ничего совершенно не было то есть это его утверждение и естественно судью никто не просит посмотреть да он сам заваливаться тут пенальти не был вот заваливается выше сам уже он мешает первом эпизоде очевидно что роман нагучев говорит скорее всего верную верную позицию занимает здесь пенальти нет и мы позже уточнили серёги шинова также считает что пенальти не было посмотрел два эпизода первым не было пенальти и ничего совершенно не было вообще абсолютно игровой момент вообще ширинов сам падал подача небольшой рикошер и судья здесь опять показывают продолжаем игру и здесь очень интересно первая реакция комментаторов которые кричат первое это пенальти первая реакция в том числе комментаторов это пенальти потом они увидят повтор вот ваша первая реакция после ну именно не повтора вот именно вот да я скажу в движении кажется чистое пенальти это даже защитник уже катится серёга уже готов головой носить мяч но защитник катится и по этому движению можно заметить что он как будто его сбивает с ног именно если без повторов смотреть без всего то реально схватил его левую руку и потянул вниз судья опять не хочет смотреть вар но здесь мяч не покидает поле то есть сейчас вар наверное смотреть неправильно только после паузы это можно сделать вот мяч уходит судья показывает на угловой и мы обращаются сейчас все и сейчас серёга шиванов вот он здесь подходит и просит у судьи посмотреть вар при этом роман нагучи почему-то говорит что судья не может каждый раз подходите смотреть спорные эпизоды отсюда вопрос к роману нагучу роман а что судья в этом матче так часто подходил и смотрел вар или может быть это было один раз когда был назначен справедливый пенальти кстати абсолютно за игру рукой сани фифа тот приобретя необычную траекторию угодил в руки александра андреева и сани фифа таким образом стал виновником 11 метрового ворота его команды и капитан какой лимит подходов для того чтобы уточнить что там произошло в эпизоде и зачем зная скорее всего раз уж если нам до этого говорили про то что комментатор имеет какую-то связь судьей возможно это не так но во всяком случае мы это все слышали на пресс-конференции какой лимит тогда подходов и просмотров эпизода у судьи не больше одного в течение игры или этот эпизод не тянет на то чтобы подойти и убедиться в том что нарушения нет тем более когда вся команда и в том числе сам роман нагучев в первую же очередь говорит пенальти мы это не очень понимаем но нам показывают повтор к сожалению с этого повтора практически ничего не видно видно ли что сергей шуенов выбегает из-за спины защитника он находится на двух опорных защитник уже ноги убрал и скорее всего держит этого этого же шуенова если приблизить за руку после чего происходит падение мы видим что рука защитника вот так вот заламывает руку шуенова и первая реакция комментаторов ну нет ничего не было как здесь я не знаю может быть вы видите но как здесь тот же роман нагучев видит что оба держали при том что монитор не то не самый большой во время трансляции качество просмотра тоже не самое большое не самое высокое того держит сергей шуенов если рука защитника такой позиции ну примерно это происходит примерно в данный момент выбегающего из-за спины происходит вот так это движение вниз защитник уже не стоит на двух опорных и в данную секунду просто тянет того же шуенова вниз и убить концовки убирает руку да он даже скальзывает просто рука у него еще посмотри как он бегает его мяч летит прям в голову ему даже падать не надо никакой бисеклет и надо бить просто подставить голову его тянут и в процессе движения шуенов когда он падает он не просит пенальти он даже пытается ногой дотянуться до мяча то есть он делает акцентированное движение чтобы завершить эпизод скорее всего фол данной ситуации скорее всего фол защитника мешает здесь опять же большой вопрос и к лиге и комментатором комментатор как говорит который говорит сначала ну нет потом говорит не нужно в каждом эпизоде смотреть в действительно ли этот случай на сто процентов не берусь утверждать что это пенальти действительно ли этот случай не заслуживает того чтобы судья посмотрел повтор вот во втором я считаю что был и даже если вот эти судейские все моменты что разная трактовка и так далее он сто процентов должен был пойти как минимум посмотреть этот момент но он настолько уверенный и даже наверно самоуверенный в себе был что он такой нет я пойду смотреть не было ничего и точно такой же вопрос к суде зачем в этой лиге нужен вар чтобы вот после таких эпизодов не подойти к мониторчику не потратить 30 40 секунд времени да конечно кто-то может сказать что это затяжка кому нужно лишнюю минуту тратить ну во первых а это интересно б это достаточно медийно потому что происходит какая-то движуха и можно подозвать том числе капитанов команд которые будут судьи отстаивать ту или иную позицию и в третьих если это затяжка времени то что тогда постоянные обратные замены в составах команд которые убивают просто весь второй тайм разбивают его на эпизод если в этой ситуации не смотреть вар то на хрена в этой лиге вар и на хрена тогда комментаторы которые в данной ситуации говорят но не каждый раз идти смотреть вар нет это вообще не оправдание поражения когда мы каждый кто здесь стоит скажет что мы играли как говно правильно как то выиграет говно к сожалению и раки арт первым тайме при заменах повязку поменяли передать друг другу раз пять сколько времени ушло но повязка делали замену все равно а тут нету времени подбежать смотреть вар да поэтому меня это очень сильно удивляет нас это сильно удивляет и на пресс-конференции мы будем настаивать нужно как-то решать вопросы свар потому что ну какой смысл тогда взять то ли что там да и во вторых нужно либо решать эти проблемы свар делать понятными эпизоды когда смотрят когда они смотрят может быть вести правило чтобы та или иная команда имела две или три попытки для того чтобы остановить игру и позвать судью посмотреть вар это было бы логично на мой взгляд но когда все происходит вот таким образом когда судья находится дальше линии штрафной площади когда он не может увидеть нормальный эпизод и не идет смотреть повтор но это удивительно и такого в медийной лиге быть не должно есть что сказать да еще хочу уточнить минута идет восьмидесятая и такой момент мне кажется он обязан вообще просто идти и смотреть тем более разрыв идет в один мяч и можно уделить даже мы проигравшие нам это надо и время на наш не на нашей стране и можно наперекор нам пойти посмотреть уделить это 30 секунд 40 секунд посмотреть эти моменты хотя мне кажется там 15 секунд можно посмотреть и увидеть как он отрывает просто руку ему вот ну да это еще раз не оправдание поражение мы действительно заслуженно сдулись потому что переоценили себя надо пересмотреть свое отношение к делу и надеемся что скоро вернется тот же ляпа и мы прибавим на этом друзья все до свидания будьте молодцами пока